МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион, в студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Рвется там, где тонко, на этот раз горит, там, где все не по закону. В городе работают депутаты законодательного собрания. Спасибо, доктор! Медицинских работников Анапы поздравляли от всей души. Это все-таки произошло. Сгорела часть троллетов на Джамите в проходе к морю. Сносить все незаконные торговые точки, требования главы города Сергея Сергеева, оспаривали их владельцы и не раз. Песчаный проезд на Джамите не был исключением. Где все не по закону, рано или поздно жди беды. Это твердое убеждение Сергея Сергеева оправдалось в очередной раз. Еще совсем недавно на пресс-конференции с журналистами он подобную ситуацию предположил, объясняя свою непримиримую борьбу с караван-сараями незаконной торговли. Есть русская пословица, где тонко, там и рвется. То есть о этой территории, конкретно о песчаном проезде номер один и прилегающей к нему улице песчаная, морская, виноградная и так далее. Это предельно плотная застройка. Первое. Второе. Много лет идет уже разговор о тех ролетах, которые явно выходят за красную линию. Они суживают тротуар, они суживают проезжую часть. Более того, особая озабоченность, и глава ставил задачу постоянно мониторить эту ситуацию, это с тем транспортом, который мешает проезд. Даже в простые будничные дни, не говоря там о выходных и других днях, проезд просто на легковом автомобиле там затруднен. По головотяпству и жадности тех, кто занимается вот этими ролетами, по нашим подсчетам сужение проездной части составляет от 30 до 40%. То есть две машины легковые там разъезжаются с трудом. И после пожара эта ситуация нисколько не изменилась. И после тоже автомобиля на своем месте. Можно только догадываться, как тут пришлось сегодня пожарным. Посчастливилось, что утром была минимальная загруженность этого проезда и смогли вовремя подойти спасательные службы. В 7.22 поступил сигнал о возгорании. И буквально через 5-6 минут уже три караула там работали. Благодаря именно вот этим быстрым действиям нам удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Хотя пострадал прилегающий трехэтажный дом, где выгорело и оплавились пластиковые четыре окна. Если бы это случилось ночью, не избежать было бы и жертвы. А пока высоковольтные провода над самыми крышами ларьков отключили вовремя. И вопрос об эвакуации не возник. И без жертв обошлось. Хотя обуглившиеся манекены словно последнее предупреждение в деле борьбы со стихийной торговлей. Пожарные выясняют причину возгорания. Продавец пытается объяснить, что уходя все электроприборы выключало. Когда уходили в зону, у меня полностью не выключат. Потому что у меня вверх горит. А где вы выключаете? Включайте. В грозе. На каком основании там вообще включаются электроприборы? Почему стоит только закрыть подобные шалаши в вольном месте, так они с непостижимой скоростью возникают в другом? И разве можно подобную торговлю считать цивилизованной? Она невозмутимо продолжается в тех же рядах, даже тогда, когда пожарные разбирали завалы. И в продолжение темы. Всему свое место. Торговля на набережной или в любимых местоходах анапчан и наших гостей – дело прибыльное, но часто незаконное. Десятки уродующих город-троллетов пошли под снос в преддверии сезона. Как результат – свободные зеленые улицы и бульвары. До идеального состояния еще далеко, но ежедневная работа городских служб продолжается. На курорте демонтированы десятки незаконно установленных торговых точек, которые бесцеремонно занимали тротуары и газоны, мешая нормальному движению пешеходов и превращая места отдыха людей в барахолку. Управление муниципального контроля ведет планомерную работу по освобождению земли общего пользования от совершенно ненужных там павильонов и ларьков. На постоянной основе специалистами проводится мониторинг территории, выявляются самовольно установленные некапитальные объекты. Если они находятся на муниципальной территории, они выносятся на рассмотрение межведомственной комиссии. Если они находятся на чьей-то земле, то обращаемся в суд с целью демонтажа. И проводим постоянную работу. Нелегальные капитальные объекты демонтированы в первой курортной зоне на проспекте Революция на улицах набережной Пушкина. Стоит только посмотреть, как изменилась территория возле музея Горгипия. В недавнем прошлом тут были сплошь торговые ларьки – уродливый рынок. Городские власти совместно с казачеством, общественностью провели работу, и территория сегодня свободна для нормального движения пешеходов, детских игр. Когда ролеты были убраны, оказалось, что ограждение музея требует проведения каких-то работ по благоустройству. Мы были ограничены по времени, наступал курортный сезон, было принято решение разработать такой эскизный баннер, содержащий историческую информацию о музее. Работа по выявлению и демонтажу незаконно установленных торговых точек проводится в Анапе регулярно. Не только специалисты муниципального контроля выявляют объекты. В этой работе активно участвуют неравнодушные горожане. Информация нам зачастую поступает и по телефону, и через обращение в интернет. Также мы просматриваем сайты, заглядываем и на Анапа Тудэй, и на Анапа Инфо, смотрим, где что, если люди возмущаются, и тоже принимаем со своей стороны меры в пределах наших компетенций и в наших возможностях. Только с начала года демонтировано свыше 100 объектов. В жару и зной свою вахту несет необычный патруль – лесной. Кому не хочется в выходной день собрать семью, пожарить шашлык и посидеть у костра под звездами. Горно-лесистая местность между малым и большим утряшом манит к себе анапчан и гостей курорта. Реликтовые можжевеловые и фисташковые леса, между прочим, сгорают молниеносно. Открытый огонь на сухой траве возле валежника и сухостоев – первая причина пожаров. Напряженная ситуация как раз летом, когда большой напоев туристов. Особенно напряженные места – это между большим и малым утряшом, это так называемые вагуны. Казачья дружина по противопожарной и санитарной безопасности лесов не дремлет. Совместно с лесничеством идет регулярное патрулирование территории. Виктор Шаров – командир дружины Курения Ореховой. 10 лет патрулирует леса сухой и утряша. И знает, как обратиться к туристам так, чтобы услышали и прониклись. Объясняем, согласно правилам, что нельзя разведение, пожароопасность. В специализированных местах только можно разводить. Ну и мангал иметь с собой и какие-то емкости с водой. Как первоклассникам терпеливо и настойчиво лесной патруль объясняет отдыхающим, что в лесу нельзя курить, сорить и жечь костры. Раз в три дня дружина прочесывает леса и горы. Выявляют любители дикой природы, относящихся к ней халатно. Отслеживают и незаконную вырубку реликтовых деревьев. Дружина по охране леса составляет численность ее 14 человек. Это 4 человека в станице Гастагаевской, Гастагаевское лесничество и 10 человек. Это здесь по поселку Суково, Варваровка и Большой Утриш. Работает согласно графику, установленному Новороссийским лесхозом. Это у нас и пеший патруль, шансовым инструментом это иранцы, это и хлопушки, лопаты. И также есть у нас конный патруль, который патрулирует в труднодоступных местах. То есть там, где машина не проедет, естественно, тогда на конях. И правда, по этим горным тропам машина не проедет. Но казаки работу знают. Небольшие возгорания способны локализировать собственными силами. Если пожар серьезный, вызовут специальную пожарную службу и помогут физически. Эффективность доказывает то, что в последний, вот прошлый год у нас на территории Наринского участкового лесничества не было ни одного серьезного пожара. Вот, к примеру, там в соседних лесничествах, в Абрауском там было возгорание. У нас, как говорится, профилактическая работа ведется, и серьезных не было. Потому что лучше пресечь на месте, затушить костер, при необходимости составить административный протокол на нарушителей. Как сохранить и приумножить зеленый наряд Кубани и выработать алгоритм действий по решению этого злободневного вопроса, обсуждали сегодня в администрации Анапы на совещании рабочей комиссии Законодательного собрания Краснодарского края. В состав группы вошли представители Кубанского парламента и краевой администрации. Заместитель председателя комитета ЗСК Александр Шустенков сразу обозначил главную тему. Деревья очень долго растут, и в том виде, в котором сложился, вот этот уже, извините меня, природный баланс этой зеленой зоны, со своим микроклиматом, со своей фауной, флорой, пусть даже в этом плане минимальной, мы сами никогда ее не восстановим. Она должна быть полностью загодя восстанавливаться. А ученые считают, что для даже маленькой экосистемы нужно не менее 50 лет для того, чтобы она восстановилась. В настоящее время в муниципалитетах Кубани работает расширенная комиссия, которая подробно изучает ситуацию в крае с зелеными зонами. Ее участники собирают и анализируют информацию. Идет подготовка проекта постановления, цель которого – приумножить зеленый наряд нашей малой родины. Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих парковых территорий, а также планируется развитие зеленой зоны бульвара на Пионевском проспекте, на предъездных территориях Чамбутских озер, вдоль улицы Железнодорожной, рядом с очень-очень Апопарков и так далее. Марина Марченко отметила, что администрация принимает меры по изменению вида разрешенного использования земельных участков, включенных в зону зеленых насаждений. В 2015 году на содержание и восстановление зеленых насаждений парков, скверов, прогулочных зон курорта выделено свыше 58 миллионов рублей. По состоянию на 20 июня 2015 года за счет средств муниципального бюджета высажено 2592 штуки деревьев и кустарников, отремонтировано 1,3 гектара газонов на объектах зеленого фонда курорта. Заключены муниципальные контракты на сумму 35 миллионов 577 тысяч рублей, предметами которых является озеленение территории муниципального образования. Накануне Дня медицинского работника мы рассказали обо всех героях праздника, посвященного здравоохранению курорта, в котором чествовали самых лучших представителей отрасли в разных номинациях. С удовольствием открывали нюансы нерядовых биографий и участники праздника. В зале городского театра в этот день можно было смело подать в обморок от нахлынувших эмоций или восторга. Рядом были десятки тех, кто не задумываясь кинул с собой на помощь. Лучшие врачи, медсестры, бригады скорой медицинской помощи сегодня сменили свои привычные халаты на нарядные платья и костюмы. В годы Великой Отечественной войны она поиграла ответственную роль города-госпиталя. Здесь нечеловеческим трудом врачи-санитары поставили на ноги тысячи советских бойцов. Сегодня лучшие традиции отечественной медицины продолжают более 5000 врачей, работающих на нашем курорте уже в мирное время. Это призвание, потому что можно быть профессионалом, можно быть мастером. Это требует любая профессия. Но именно ваша требует еще самоотдачи, выдержки, какого-то нечеловеческого терпения, милосердия. Еще много можно слов говорить, что должно быть собрано в одном профессионале от медицинской отрасли. Поэтому я в вашей созидательной профессии желаю вам профессионального успеха, карьерного роста. Я желаю вам слов благодарности от нас, ваших пациентов, клиентов, от простых людей. Потому что именно в ваших руках самое ценное – это здоровье и зачастую жизнь человека. Звезды медицины блистали на сцене в различных номинациях. Врач редкой профессии Сусана Зайцева, лучший доктор курорта Ирина Лобастова, лучшая медсестра Светлана Айропетян, молодой профессионал Юлия Долгушева. Номинации «Спасение года» Наталья Гончарова и Денис Чуб, принимавшие роды в горах в районе Малого Утреша. Номинации «За верность профессии» отметили фельдшера из «Хутора Красный Курган» Лидию Ковалеву. И по традиции песня «Гимн» в исполнении Василия Христофоровича Лобова, получившего награду в номинации «Золотой фонд здравоохранения Анапы». Почетными грамотами Министерства здравоохранения края и главы курорта Сергея Сергеева отметили сотрудников городских и сельских больниц, санаториев, пансионатов. Это лучшее в мире призвание, охранять нашу крупную жизнь. Убедут на добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Они всегда рядом, весна и отдых оставят на ноги своих пациентов, спасают жизнь, учат нас милосердию и самоотверженности. Сегодня свой день рождения отмечает заместитель председателя Координационного совета деятельности органов ТОС Людмила Викторовна Шмакова. У главы нашего города очень деятельный и неравнодушный заместитель. Шмакова – истинная хозяйка во всем. И на своем микрорайоне, самом центральном в городе и дома, она встречает гостей, как и положенные хлебосольные хозяйки. Ее коллеги по работе – члены Координационного совета органов территориального самоуправления. Все как один – люди, неравнодушные к судьбе города. Они дорожат своим деловым сообществом. Вместе и в горе, и в радости. Их работа давно уже сама жизнь. И даже в день рождения у Людмилы Викторовны не смолкает телефон. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Девчонки, пришли меня с днем рождения поздравлять. Но поздравить по-настоящему с ТОСами и пожеланиями все никак не удается. Участковый знает, но так быстро все-таки не решится. Он же должен оповестить специалистов, все. Я все знаю, тоже муниципальный контроль знает. Интересно, как Шмакова, успешная бизнес-леди, хозяйка продуктового магазинчика пришла в ТОСы. Я всегда помогала как-то бабушкам по кварталу. У меня был продуктовый магазин. А бабушки же ходят часто еще в магазин. Вот я с ними со всеми перезнакомилась. Ну, какие-то вопросы там по канализации. Вот кто-то не соглашается, кто-то соглашается. Кому-то надо подключиться, можно ли подключаться или нет. Они все за советом приходили. Но когда они приходили, я их как... Ну, они пришли все-таки возраст. Я их всегда угощала. Ну, мороженое обычно, лето, мороженое. Мороженое, там, квас, что-нибудь такое, что попить. Ну, и они в одно прекрасное время приходят ко мне и говорят, у нас будет собрание, можно ты приходи к нам. В администрации коллективу жителей предложили выбирать себе председателя ТОС. Они говорят, а мы уже давно выбрали, мы ее привели, вот она. Вот так я стала руководителем ТОС. Шмакова профессиональный винодел вообще-то. Диплом Академии имени Разумовского после 20 лет работы пришлось положить на полку. Когда выкорчевывали анапские виноградники и закрывали винзаводы. Людмила Викторовна создавала и соки для детского питания. И с людьми у нее получается искренне и сердечно. Вы удивительно чуткий человек и неравнодушный. Вот вам успехов на этом поприще. Мы надеемся, что вы очень долго в нашей команде. Она родилась и выросла в городе и видит его только красивым, ухоженным, современным курортом. Трудно с ней в этом не согласиться. Убрать везде ларьки, которые совершенно не нужны. Они просто портят наш город. Они им придают статус деревни. Поэтому вот это нужно как-то за этим смотреть. Ну и торговлю, конечно, уличную торговлю на тротуарах – это не город. Этому празднику всего 7 лет. 23 июня музыканты отмечают День балалайки. Отмечать рождение исконно русского инструмента предложил президент российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский. Историческим основанием стало первое упоминание об инструменте в 1688 году. Простонародная балалайка давно стала символом России наряду с матрешкой, русским медведем и шапкой-ушанкой. Только незатейливый инструмент – это еще и ни с чем не сравнимая музыка. Первый из балалайка выступил музыкант и композитор Василий Андреев. Он создал кружок любителей игры на балалайке, который вскоре вырос до оркестра. Также Андреев занимался и модернизацией инструмента. За свои труды он получил всенародное признание. Многие фабрики, мастерские до сих пор выпускают балалайки по его чертежам и эскизам. Балалайки были изначально разной формы – и круглые, и квадратные, и прямоугольные – от двух до пяти струн. Балалайка действительно ассоциируется с чем? С Россией. Если где-то за рубежом слово балалайка, значит русский. Для Валерия Печерского балалайка – самый верный друг. Валерий Владимирович – преподаватель детской музыкальной школы номер один. Уже 25 лет учит детей играть на этом народном инструменте. К нему на занятия приходят дети, которые тоже разделяют любовь к этому чистокровному русскому инструменту. Юный музыкант Владислав Сирота еще только собирается пойти в первый класс, но уже год знаком с балалайкой. В марте этого года Владик участвовал в городском конкурсе фестиваля «Юные дарования-2015», где получил диплом третьей степени. Меня учили сначала нотам, потом начали учить на балалайке, потом все сложнее и сложнее, песни стали. Балалайка, по мнению Валерия Печерского, не перестает удивлять юных музыкантов. Они учатся на трех струнах играть сложнейшие мелодии, потому с этими инструментами в будущем не хотят расставаться. Тяжело играть на всех инструментах, не только на балалайке, на любом, какой бы ни взять инструмент. Прежде всего, это звук. То есть нужно научиться красиво, грамотно извлекать звук. Балалайка с ее необычайно музыкально-выразительным потенциалом во все века будет востребованным инструментом. Инструментом, в котором живет душа русского народа. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В среду, 24 июня, в Анапе малооблачно, дождь с грозой. Температура воздуха днем 23-25 градусов, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.